Друзья, всем большой пламенный! Сезон сериалов начинается! Я Денис Колесников, или Кураж Бомбей, кому как привычнее, я знаю все о ваших любимых сериалах, даже тех, которые вы еще не видели. В ближайшие 15 минут расскажу вам о тайнах и интригах римского двора и расследованиях самого обаятельного агента ЦРУ. Также вы узнаете, хорошо ли живется на Руси столичным содержанком. Готовы залипнуть перед экраном? Отлично! Тогда поехали! Стартуем с сериальных новостей! Всем привет! Сейчас я познакомлю вас с наиболее актуальными новостями из мира сериалов. Мистический триллер «Зло» продлен на третий сезон. В центре сюжета этого сериала психолог по имени Кристен в исполнении Кати Херберс. Кристен специализируется на событиях, которые большинство людей назвали бы чудом. Научного объяснения этим событиям, на первый взгляд, нет. Но если постараться, и старается Кристен в компании семинариста Дэвида в исполнении Майкла Коутера, а также спеца по технологиям Бена, роль которого сыграл Асиф Мандви. Создателями и шоураннерами «Зла» выступают муж и жена «Одна сатана» Роберт и Мишель Кинг. Телеродители сериала «Хорошая жена». Каст приквела «Игры престолов» пополнился новыми именами. В актерский состав «Дома драконов» вписались Милли Олкок и Эмили Керри, которую вы можете также увидеть в сериале «Гудини и Дойл». Актрисы сыграют знакомых нам персонажей только в юности. Милли исполнит принцессу Рейниру Таргариен, а Эмили – Алисенту Хайтауэр. Напомню, что приквел «Игры престолов» – это история о том, как повелители драконов только-только прибыли в Вестерос и обосновались в новом для себя доме. Звезда сериалов «Твин Пикс» и «Покоряя Атлантику» Кайл МакЛоклин снимается в новом шоу с рабочим названием «Джо Экзотик». Эта история основана на реальных событиях и посвящена зоозащитнице и активистке Кэрол Баскин. Ее сыграет Кейт МакКиннон, которую вы могли видеть в фильмах «Шпион, который меня кинул» и «Естедэй». Кайл исполнит роль ее заботливого супруга. Дату выхода сериала его создатели пока не определили. Это все новости на сегодня. Смотрите только качественный контент. Спасибо за новости. Прямо сейчас рубрика «Не опять основа». В ней я рассказываю вам о новых сезонах, уже отлично знакомых вам сериалов. И сегодня речь пойдет о третьем сезоне российской драмы «Содержанки». Сериал «Содержанки» о роскошной столичной жизни. И о том, как получить эту самую роскошную жизнь, не работает. Ну как не работает, потрудиться все же придется. Девушки находят себе богатых покровителей и выкачивают из них деньги, давая взамен, сами понимаете, что. За деньги, за деньги, они отдают свою молодость, красоту. Ты пойдешь с Игорем? Нет, Игорь меня не светит, меня позвала Алиса. Хотя, возможно, Игорь там тоже будет. Ха-ха, сюрприз. Меня Алиса познакомила с Игорем, она вообще очень многих девушек познакомила с нужными мужиками. Она сатинерша? Нет, милая, она умница. На примерь. Причем это, сами знаете что, очень наглядно демонстрируется в сериале, в каждом его эпизоде. Но рейтинг 18 плюс у сериала не только потому, что в нем присутствуют постельные сцены, но и из-за обилия нецензурной лексики. Такое точно не покажут по телевизору. И вы точно не смотрите с детьми. Смелый мальчик. Ну правильно, мальчик взрослый. Пойдем? Пора начинать. Одна из главных героинь содержанок – провинциальная девушка Даша. Она приезжает в Москву под стопам подруги Марина, которая уже нашла себе состоятельного любовника. Цель у Даши такая же – сладкая жизнь, и чтобы особо делать ничего не нужно было. Ну, кроме «сами знаете чего». И вот тут случается неожиданный поворот. В туалете дорогого московского ресторана находят труп Марины. За расследование берется следователь Лены Широкова, роль которой исполнила Дарья Мороз. И выстрела никто не услышал, и никто ничего подозрительного не видел. Нет. Актерский состав сериала не просто сильный, а мощнейший. Помимо Дарьи Мороз, в содержанках также снялись народная артистка России Марина Зудина, Ирина Сташенбаум, Александра Рябинок. А мужские роли достались Александру Кузнецову из «Лета Серебренникова», Петру Скворцову из фильма «Ученик того же режиссера» и народному артисту Александру Збруеву, а также народному киногерою Сергею Бурунову. Надо признать, что драматическая роль у актера получилась не менее убедительной, чем его ранние комедийные шедевры. Дети счастливы, когда счастливы их родители. Дети приходят в этот мир с договором, что у них есть мама и папа. А потом мама и папа этот договор нарушают, а это неправильно. Потому что он должен быть выполнен четко и в срок. Режиссером первого сезона «Содержанок» стал Константин Богомолов. Это был его первый опыт съемки многосерийного кино. Второй сезон снимала Дарья Жук, которую многие знают по драматическому фильму «Хрусталь». Сейчас было очень хорошо. Ты так посмотрела, как будто бы защищаешься от насильника. Я себя вообще-то так и чувствую. И правильно, ты объект желаний. У руля новой третьей по счету части «Содержанок» встал Юрий Мороз. Этот сезон станет заключительным. Ему даже дали чуть измененное название. Содержанки «Развязка». Желаю побыстрее залететь. Если родишь, сможешь хороший кусок ухватить, когда он все помоложе найдет. Леля, не завидуешь. В третьем сезоне мы увидим уже хорошо знакомых нам героев и главные герои, в жизни которых произошло немало изменений. Например, карьера галеристки Даши идет в гору. В Москве ей уже тесно. Она летит покорять Нью-Йорк. Лена Широкова расстается с Глебом. Герою Сергея Бурунова, Игорю, супруга также указывает на дверь. Будут в новом сезоне и новые персонажи. Например, очень своевременно появившийся психотерапевт Эмма в исполнении Виктории Толстогановой. За разговоры со мной обычно очень много платят. Посмотреть все сезоны «Содержанок», проследить их путь до бизнес-леди и узнать, чем все закончится, вы можете по подписке «Старт» в видеосервисе «Винг». А как ты думаешь, почему я тебя не уничтожил, когда ты принесла мне папку с компроматом на Глеба? Потому что так я доказала тебе на чьей стороне, на твоей. Далее рубрика «Сериальная звезда». Ее героем сегодня станет шотландско-американский актер Аллен Каминг. Мы все его знаем в первую очередь по фильмам «Эмма. Золотой глаз» и трилогии «Дети шпионов», а также роли Илая Голда из «Хорошей жены». Сегодня же речь пойдет о другом сериале с Алленом в главной роли «Шоу Инстинкт». Американский детективный сериал «Инстинкт» основан на романе Джеймса Паттерсона «Убийственные игры». Главный герой – бывший агент СРУ Дилан Рейнхардт в исполнении, собственно, Аллена Каминга. Уйдя из органов, Дилан занялся преподавательской деятельностью. Он рассказывает студентам о психопатах и девиантном поведении. Ведь все мы способны к девиантному поведению. Волк, добро пожаловать на курс. Иногда и демонстрируют его для наглядности. А еще Дилан стал популярным писателем. В общем, пост-ЦРУшная жизнь у него очень насыщенная. Однако экс-агенту приходится таки тряхнуть детективной стариной. Рейнхарта просит оказать посильную мозговую помощь нью-йоркской полиции. И у него это отлично получается. Нам нужно поговорить. Ну, меня ждет обед и встреча. А как насчет завтра? Кто-то хочет вас убить. Будете ждать до завтра? Персонаж Аллена Каминга очень отличается от агента в классическом представлении. Это несерьезный человек в строгом костюме. Совсем наоборот. Дилан невероятно обаятельный и улыбчивый. Остроумный и веселый. При этом он суперпрофессионал и настоящий всезнайка. А его наряды точно никак нельзя назвать классическими. Стильными, да, но точно не строгими. Кстати, после съемок актер отдельно отметил и поблагодарил своего дизайнера по костюмам Дэна Лоусона за образ настоящего Дэнди. А ты разжирел. И тебе привет. Автор литературного источника Джеймс Паттерсон остался в восторге от того, как Аллен изобразил придуманного им героя. По словам писателя, далеко не каждый актер смог бы столь убедительно смешать драматические и комедийные черты в одном образе. Не зря же вас зовут профессором-психопатом. Ну, психопатом я очарован, но в их число не вхожу. Что касается личной жизни Дилана, то здесь все складывается не по классическим канонам жанра. Как, например, было в «Касле» или «Менталисте». Ну, когда напарники становятся не просто коллегами-друзьями, а образуют крепкую семейную ячейку общества. Да, у Рейнхарта есть напарница, но рассчитывать на то, что между ними вспыхнет страсть, точно не стоит. Дилан — открытый гей и совершенно этого не скрывает. У меня было мало друзей. Да ну. Сериал «Инстинкт» был закрыт после двух сезонов. Причина — не самые высокие рейтинги. И в этом точно нельзя обвинить Каминга. Его игру в этом шоу хвалят даже те, кто о самом сериале отзываются более чем нелестно. Я же коп. А он? Нет. То есть я тебя везде таскаю, а ты меня с собой не берешь? Иди, займись чем-нибудь. Составить свое мнение об «Инстинкте» вы можете, посмотрев его по подписке «Амедиатека» в видеосервисе «Винг». Как скажешь. Может, по окончанию дела ты вернешься к своей работе? Без тебя мир стал ужаснее. А теперь настало время рубрики «Кто на новенького?» В ней я расскажу вам о сериале, который имеет все шансы стать одним из главных хитов сезона. Сегодня это историческая драма «Домино». Действие тало-британского мини-сериала «Домино» разворачивается в 40-е годы до нашей эры. Очень событийный и неспокойный период, скажу я вам. Власть меняется, повсюду проводятся тайные собрания, обсуждаются и организуются мятежи, развязываются войны. Теперь их может стать трое. Надо убить его. Гая Юлия. На свадьбе. На свадьбе моей дочери? Что, это уже почти традиция, и лучшего шанса может не быть. А в центре сюжета юная красавица Ливия Друзила, которой в будущем предстоит стать римской императрицей. Собственно, название сериала относится как раз к ней. «Домино» в переводе с латыни означает «госпожа». Возьми меня с собой. Человек очень даже вызывает. Правда, на несколько лет их пути расходятся. Но потом они снова встречаются. Связь их и личная, и политическая становится очень прочной и влияет на судьбу всей империи. Неужели это так необходимо, Гай? Смотря что ты называешь необходимым. Первая причина – интересные времена. Создатели сериала выбрали действительно очень увлекательный период истории. Известные исторические события при этом дополнены сценами из личной жизни персонажей. Очень художественно и откровенно. Можно даже сказать, личного в домине намного больше, чем исторического. Взять хотя бы большое количество любовных сцен. Когда возвращается твой муж? Скребония. Скребония. Актовия, дорогая, не ждала тебя так рано. Как и мой брат, похоже. Вторая причина – захватывающий сюжет. Интригующие повороты событий постоянно держат зрителя в напряжении. Соскучиться не дает и разнообразия сюжетных линий. Персонажей в домине много, и почти все основные фигуры сериала имеют свою собственную линию с внутренним конфликтом разной степени важности. По кровавости и жестокости домина не уступает Риму и отчасти даже Игре Престолов. Армии встретились в Греции. Брут и Кайси мертвы. Войска разбиты. Отец. Что с ним? Где он? Откуда мне знать? Нам нужно уходить. Там новый список, и я в нем. Куда уходить? Это война всех поставит на колени. Третья причина – каст. И основной, и второстепенной. Октавиана Августа и Ливию Друзилу в первых сериях мы видим совсем юными. А вот уже повзрослевших главных героев играют английский актер Мэтью Макнаути и польско-итальянская актриса Кассия Смутник. Ее вы могли видеть в фильмах «Идеальные незнакомцы», «Из Парижа с любовью», «Пристегните ремни» и в сериале «Дьяволы». Кроме того, в сериале снялись и хорошо знакомые нам актеры, например, Клэр Фарлани и Лиэм Каннингем, он же Давос Сиворт из «Игры престолов». Лиэму досталась роль отца главной героини. 500 лет назад мы покончили с тиранией царей, и с тех пор Римом правят два консула. Которых каждый год выбирают граждане. Разделение власти сделало нас великими. Наша семья сражалась за установление республики. Но, кажется, теперь придется бороться, чтобы сохранить ее. Если вы любите исторические драмы с захватывающим сюжетом и огромным количеством интриг, Домину точно сняли для вас. Смотрите сериал по подписке о медиатеке в видеосервисе ВИНК. А чтобы узнавать о новых фильмах и сериалах раньше других, подписывайтесь на страницы ВИНК в Инстаграм и ВКонтакте. С вами был Денис Колесников. До встречи на «Всё ТВ». Пока!